приветствую всех друзья на канале rzon game и я решил продолжить свое путешествие по проекту grand rp ну и наверное какое-то время здесь посуществовать кстати заметьте российский флаг мы находимся в достаточно живописном месте этого штата это порт естественно порт и я направляюсь чтобы устроиться на работу дальнобойщиком я уже прокачал себе пятый уровень а после пятого уровня открывается вот это вот работа дальнобойщика вот и посмотрим как она выглядит какие здесь заработки я уже поинтересовался у игроков этого проекта как это выглядит с собой надо иметь небольшую денежку вот как вы можете заметить стрелочки показано что у меня сейчас собой 3500 это нужно для того чтобы взять заказ и взять машину в аренду очень надеюсь что мне этого хватит мне посоветовали иметь с собой где-то примерно вот такие вот деньги чтобы начать эту работу ну и конечно же иду я пешком потому что я уже говорил своем обзоре что здесь самое на мой взгляд это именно мое мнение самая придурочная схема взаимодействия с транспортом мне нужно сейчас найти парковку найти свободное место на этой парковке оплатить его 5000 да то есть мне надо чтобы работать дальнобойщиком 3500 а тут чтобы место оплатить надо 5000 я даже не знаю смогу ли я отбить эти деньги поэтому я не пошел даже и брать машину никакое место не оплачивал да и нет у меня времени особо бегать тут по карте искать где есть свободное место если она вообще но судя по онлайну оно должно быть вот так вот носится людям здесь ну вот кстати мы уже пришли вот стоят машины выглядит все очень симпатично машинки стоят рядочками ну и где-то здесь находится их офис а вот тот самый офис который я в общем то ищу за градкой находится много припаркованных машин то есть работа достаточно популярны ну и вообще здесь любая работа на которую вы пойдете она будет достаточно популярна единственное место где не особо много народу это работа электрика но я ее показывал она такая достаточно скучная унылая поэтому вот ну меню выполнено вы видите все в том же стиле все симпатично и все тут разъясняется и так для того чтобы начать нам нужно арендовать грузовик затем нажать кнопку джей и там видимо что-то мы увидим да ну давайте устраиваться ну и да действительно я посмотрел на меню а нажать кнопку устроиться почему-то мне в голову не пришло да не самый лучший поступок за это время проведенной в игре и так ого аренда стоит тысячу ну это серьезные деньги ладно арендуем машину машину мы арендовали так дальше нам было сказано нажмите букву g нажимаем все стало понятно заказы здесь не просто так еще смотрите есть вот такой вид заказов есть вот такой вид заказов но видимо мне пока открыто только вот это 2 700 2 500 а сколько у меня денег то у меня 2 500 заказ на 2 500 я могу в принципе взять на 2 500 принять что такое я принял уже у вас недостаточно денег хорошо хорошо здесь к сожалению нету банкомата вот это тоже кстати еще одно упущение я считаю что в ключевой точке где в общем-то все завязано деньгах да и аренда транспорта и в общем-то покупка заказа а вот банкомата здесь нету как-то не очень я считаю грамотно это сделано хотя я не очень хорошо разбираюсь строительстве этих карт на каком-то из проектов вот в этом месте я видел банкомат по моему я там на том проекте работал грузчиком в порту и вот здесь стоял банкомат где-то могу ошибаться но по моему все таки их можно ставить хотя я не уверен если например на проектах арма я точно уверен что банкоматы ставить можно где ну где автору захочется то вот с проектами gta я не уверен может быть их здесь просто очень тяжело перемещать или внедрять в карту не знаю ну тем не менее мы сейчас доберемся до ближайшего банкомата он тут мы не в пошаговой доступности конечно но имея грузовичок уже под задницей так сказать мы до него доберемся до банкомата идет какая-то перестрелка я по-моему не самое удачное время выбрал для того чтобы снимать деньги в этом районе но ближе ничего нету будем все равно снимать здесь хотя тут пальба идет во все стороны так здесь есть где-то банкомат но что-то вот если честно выходить из машины совсем не хочется сделаем вид что мы заправляемся и поедем мы наверно отсюда в другое место что-то здесь он какая-то не очень доброжелательная братва бегает и все со стволами главное здесь уже и а я думал это полиция нет это не полиция не нафиг надо бороться отсюда к черту от греха подальше нафиг найдем другой банкомат потому что там вот идет такая пальба вообще не детская но вообще надо сказать что вот за все время моего существования на этом проекте а я уже здесь какой-то ну достаточно приличное время на самом деле провожу уже вот у меня пошел открываться 6 уровень до 5 уровней я уже открыл и заработал тоже можно заметить около 100 тысяч долларов пока еще никто до меня просто так не докопался пока все спокойно и в общем то доброжелательно вокруг ну бывает такие перестрелочки попадаешь ну а вот и банкомате который нам нужен давайте снимем хотя бы тысячу еще так снять деньги пишем 1000 не будем много брать думаю что этого нам вполне хватит чтобы взять заказ там который за 2 500 сейчас проверим надо кстати было посмотреть а вне машины можно выбирать эти заказы так я хотел взять а теперь я могу наверно даже взять его на лесопилку например подороже ну-ка у вас недостаточно денег нет так у меня 3500 надо быть повнимательнее немножко так у меня 3500 а он стоит 3900 ну ладно тогда возьмем соль какая-то вот и за 3 она еще тоже не не хватит так так а куда делся до дешевый заказ то блин 2500 почта вот я его хотел взять принимаем и вот смотрите проложился маршрут вот автоматически куда-то проложился маршрут блин наш через всю карту надо ехать я так понимаю но это не точно как говорится что это только точка загрузки мы это сейчас выясним но я думаю что это просто точка загрузки а доставка будет уже следующим этапом сейчас все проверим я немножко поговорил с ребятами здесь на проекте ну чтобы иметь хоть какое-то представление о том что меня ждет ну вот еще один из неадекватов которых здесь не так много я и в обзоре это говорил но есть случаются такие вот истории как слышно по голосу что ну все понятно и так откуда такие звуки и вопли так вот я поговорил здесь с местными жителями о работе дальнобойщиков вкратце то я понимаю что вот мы арендовали я правда не думал что будут такие дорогие заказы ну вот мы арендовали транспорт и дальше нам надо ехать по точкам но видимо первая точка будет загрузки а вторая точка разгрузки и потом наверное скорее всего сейчас увидим опять покупаешь новый заказ а вот как обстоит дела с деньгами которые я потратил на этот заказ сейчас тоже выясним еще одно чтобы хотелось отметить что маршруты по которым надо ездить какие-то вообще абсолютно нестандартные я не езжу как это написано например да там называется профессия дальнобойщик но я не езжу по трассе ездить приходится какими-то такими ну достаточно глухими дорогами но и в целом насколько я могу понять что работа дальнобойщика такое достаточно стереотипное название никакой на самом деле работы дальнобойщик это одно на подобной карте и быть не может потому что он до карта очень маленькая ну какой здесь дальнобой если тут всю карту проехать занимает там ну не знаю может минут десять да и сама дистанция километров 13 всего ну такое себе название дальнобой да поэтому вот я думаю что можно было бы назвать эту профессию какой-нибудь доставщик да хотя этим мы как раз таки и занимаемся сейчас мы берем груз на почте и видимо его куда-то отвезем я так понимаю что в другое почтовое отделение просто тут их несколько почтовых отделений ну это я так понимаю еще пока один оттуда не доехал не знаю как это будет выглядеть но по стереотипу эта работа называется работа дальнобойщика вот мы подъезжаем к точке и как видим здесь уже есть человечек который тоже видимо сюда приехал грузиться только что-то он стоит ну не будем ждать когда он загрузится начнем грузиться сами ага нет все таки точка загрузки одна и та же видимо давайте будем продолжать тут наше движение так вы загрузили груз с почты отправляйтесь на место сдачи а место сдачи как раз таки и является почтовое отделение вот почтовое отделение здесь отмечено вот таким вот наверное такой имеется ввиду почтовые почтовая посылочка как советском союзе было кстати такие деревянные приходили посылки ну и отправляемся туда уже туда на точку сдачи как я и предполагал да так оно принципе получилось аккуратненько выехать отсюда чтобы никого не избить никого не сагрить на себя но это у нас не получается аккуратненько не аккуратненько но к сожалению многим игрокам данных проектов на все насрать вот я когда еще начал играть в gta 5 кстати в какой-то мере даже я горжусь тем что я с первых минут присутствия на этих проектах назвал это не рп я это говорил громогласно во всеуслышание что я не считаю эти проекты за роли play я сказал что им их можно называть как угодно фановые онлайн кстати в gta онлайн по моему роли play направления гораздо больше чем здесь и все это из-за того что очень много людей заходит туда просто провести весело время никто не относится к этим проектам достаточно серьезно а жаль потому что база для действительно хорошего годного роли play проекта в gta 5 присутствует есть все нужное все необходимое антураж транспорт инфраструктура все есть в отличие от той же армы например да где все надо делать с нуля где разработчики проектов делают ну практически полностью все с нуля здесь уже все есть смотрите есть разметка если в той же армии но вы не найдете дорогу с нормальной разметкой там если накладывается текстура дороги то она однообразная палова по всей карте здесь же присутствует разметка ну то есть база то для роли play есть только что игрокам это не интересно и я не говорю что это правом поголовно всем не интересно мне здесь есть люди которые действительно на так ну ревностно отыгрывают роли есть есть такие игроки но к сожалению очень много вот таких которые можно сказать портят игру остальным вот он несется даже не смотрит дату я хотел по рп аккуратненько выехать но вот он на такой скорости протаранил хотя мог бы тормозиться погудеть неинтересно вот пожалуйста коллега еле сбивает знаки вот что я и говорю что но никто не хочет относиться к подобным проектам более уважительно что ли или более серьезно опять не то чтобы никто огромного масса людей которые заходят на эти проекты просто чтобы пофаниться именно так кстати я и назвал эти проекты когда только начал с ними знакомиться фановый проект такими словами я и назвал то что я увидел на базе gta 5 и вот мы кстати говоря подъезжаем к центральному почтовому офису в своем обзоре я говорил что здесь такое достаточно большое скопление людей всегда что кстати посмотрим так оно это или нет так ну точка разгрузки мне отмечена попробуем заехать туда задом мы да вот видите есть какая-то суета вот сюда все постоянно кто-то подъезжает кстати мне тоже надо зайти получить посылку но думаю в рабочее время я думаю что в рабочее время да что ж не заехать то мне никак туда в рабочее время я не буду этим заниматься блин не хочется никого задеть а машина не идет туда наклон очень большой на с трудом с трудом туда заходит вот видите сколько здесь народу и они сюда приходят не просто так тут каждый получает за входы какие-то свои плюшки за там апы за администрация присылает подарки мне например вот эти 100 тысяч я не заработал ни хрена за а плейла мне пришли какая-то пришла какая-то ну конкретная денежка просто за то что я апнул пятый левел не получала я кстати а достижение еще какое-то я тут накалашматил чего-то там достижение какое-то тоже надо получать все плюшки на почте поэтому видите народу здесь много ну а нам надо наверное ну вот не хотела это делать ну ладно так но а мне надо наверное уже брать новый заказ кстати мои деньги 3 500 видите вернулись обратно денежки видимо приходит и на карту и то что я получил налички возвращается обратно давайте возьмем еще один заказ так как у меня есть 3 500 блин вот 3 200 до транспорт посмотрим что за транспорт берем так маршрут проложился 4 километра о это здесь где-то недалеко это я люблю вот единственное что не знаешь куда едешь вот что такое название транспорта если почта была хотя бы как-то понятно куда я потом поеду я не знал где буду грузиться но куда я потом поеду я хотя бы немножко понимал то вот что такое транспорт ну что это вот сейчас я увижу пацаны это еще что такое как вас много ребят ну чё как дела у вас да нормально лучше всех никто не завидует я понял я понял а чё там короче после после соточки больше бабки ты больше баба капает после 100 заказов сделано еще раз он имеет ввиду если сделал 100 заказов больше потом будет денег но если что заказов сделал потом у тебя открывается участники там смотришь по цене я уже сколько кого возить на вкус и цвет я попал больше баба курит по любому куда смотря какой груз опять же говорю еще раз возьмешь если возьмешь полу за три тысячи то и получишь 3 если груз возьмешь за две тысячи получи две тысячи возьмешь за триста и триста получишь вот здесь еще оказывается есть и рация можно общаться между собой по рации вот она буквой у английской обозначена нарисовалась а я даже не знал на самом деле пока не услышал сейчас в сети разговор это прикольно слушайте это прикольно ну а точка транспорт как мы понимаем находится тоже здесь где и база дальнобойщиков в порту ну это наверное имеется ввиду транспорт и сейчас мы наверное поедем в какой-нибудь автосалон я так понимаю пока еще я этого не знаю потому что еду первый раз сейчас посмотрим итак мы получили груз на место сдачи надо отправиться так смотрим и да смотрите действительно все тематически завязано я получил транспорт я его везу в автосалон я получил груз на почту я его привез на почту в общем то все логически подтверждается нету каких-то рандомных точек все атмосферненько все прикольно единственно что конечно машинку я ушатал не по-детски но так уж здесь ездят остальные участники движения всем на все насрать на самом деле даже иногда обидно что вот ездишь пытаешься как-то аккуратничать там пропускать всем остальным насрать на это ну а в целом тематические точки мне понравились то есть берешь почту едешь на почту берешь транспорт ездишь по автосалонам примерно о таком же я говорил на проекте redage что там было абсолютно непонятно вот абсолютно там было написано монтировка пицца и что это должно было обозначать бог его знает я взял монтировку и приехал в магазин магазин 24 на 7 ну вот бог его знает но я еще когда там играл говорил что ну как-то ну совсем все непонятно здесь более-менее понятно теперь становится да сначала было непонятно что такой транспорт но теперь я все понимаю мы едем в порт получаем транспорт и везем его в какой-то автосалон автосалоны я так понимаю будут выпадать рандомно ну и как вы слышали по рации когда сделаешь 100 заказов кстати это но это достаточно сложно сделать 100 заказов судя по тому сколько времени я трачу но это сложно 100 заказов открываются заказы отчастников а там уже как говорит все зависит от заказа а вот и точка доставки правда наверно подъезжать оттуда сюда вернее лучше с другой стороны но мы попробуем здесь махнуть аккуратненько ничего не зацепив проедем с этой стороны я когда шлялся по автосалонам я видел что сюда дальнобойщики приезжают как я говорил дальнобойщик так громко сказано то доставщик наверное так назвал а я все равно что-то заделали вот ведь стоят уже сколько его уже видимо получают новые заказы так денежка вернулась я вот не понимаю мне возвращается деньги а зарплата то где вот это я чего-то не очень хорошо понимаю то есть я отбиваю то что потратил что ли прибыль где прибыль будет при увольнении что ли не знаю вот он специально видимо стоит смотрите стоит специально резину жгет чтобы она взорвалась она это опять к тому что вот видите но не огромное количество людей не относится к этому серьезно во первых он перекрыл въезд во вторых он стоит дурака валяет нету серьезности у людей все приходят так пофанится возьмем на лесопилку следующий заказ мне хватает по деньгам я просто хочу проверить куда деваются деньги вот у нас сейчас заработано 100902 запомним эту сумму и поедем и вот мы уже подъезжаем к точке загрузки очень нестандартные точки очень нестандартные и своеобразные вообще точки загрузки точки загрузки и разгрузки вернее очень нестандартные я еще когда работал на этой лесопилке все удивлялся чё здесь дальнобойщики делают а вот что они здесь делают они здесь грузятся так получаем опять груз и смотрим куда нам его надо вести господи да ка тут вообще вот все нифига себе вот это халявый заказ вот это халява а вот точка разгрузки давайте так 117 102 у меня на счету смотрим 117 102 на счету как было так и есть а а где заработок то я чё трачу и тут же получают рачу и тут же получаешь то что потратил то и заработал я что-то не понимаю ну в общем я принял решение вернуться на базу и уволиться и посмотреть может быть после увольнения мне придут деньги но потому что я реально не понимаю что я зарабатываю то еще одно о чем хотелось бы сказать что вот то что есть в машинах рации можно общаться это конечно круто это пипец как круто это здорово придумано это не скучно там если с другом едешь можно общаться но а вот как настроить рацию например я могу настроить рацию с другом на одну волну это одно вот первое что вы я бы хотел узнать сейчас я в этом поковыряюсь но что-то я вот сейчас остановился полазил не понял ничего надо с кем-то пообщаться и второе а как мне ее выключить то ну то что она есть это здорово а вот то что там постоянно болтают и меня от этого уже вот но это меня немножко утомил уже потому что как бы ну не все говорят интересные вещи да там сейчас у заходил человек и нес какую-то чушь в рацию как бы мне его выключить и вот я что-то не понимаю где такая кнопка опять надо с кем-то по этому поводу пообщаться но если нет возможности выключить поставить человека на мут или вообще просто отключить рацию то это конечно не очень хорошо ну наконец я добрался до базы сейчас мы выясним зарабатываем мы чего-нибудь на этой работе или нет машину пока поставим наверно вот здесь вот очень надеюсь что она никому не будет здесь мешать так через 300 секунд машина исчезнет ну с этим я могу согласиться в отличие от аренды которая тоже за это же время исчезает ну давайте смотреть так у нас 117 102 как было так и есть увольняемся 117 102 так а чего я зарабатывать это да я не понимаю я сделал 3 ходки как было 3 500 так и есть что что я заработал то здорово дружище это разговариваешь нет да да слушай скажи пожалуйста вот я сейчас взял работу дальнобойщика сделал 3 ходки сумма у меня как было но денег так она и осталась в чем прикол то раз в час зарплата раз в час она падает то есть а вот я сейчас сделал 3 ходки и уволился мне ничего не придет да нет через час тебе придет ровно 18 придет зарплата вот так вот да то есть каждый час ровно каждый час ровно приходит зарплата ты типа как на государство работаешь она и платит как раз ну типа как раз в день раз в час а сколько ждать денежков а я не знаю это смотря какие ходки там делал а то есть я понял понял ага понял ну чё ж будем ждать груза перевез сколько там по тоннажу сколько количество от все от этого зависит о как круто да лучше возить нефть и это ты автомобили самое выгодно я понял понял все спасибо а то я что-то расстроился 3 ходки сделал деньги как были так и есть ничего не прибавить нет 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 не бойся прибавить а я уже думал что пойду туда какой-нибудь дешевый пистолет куплю да застрелюсь нахреб не переживай все нормально все спасибо что разъяснил а то я расстроен и весь все нормально все пошел тихонечко ждать давай ну вот а пока я жду зарплаты пришел я в риэлторское агентство кстати вот сейчас объявление висит куплю дом бюджет 3 миллиона вот на такую примерно сумму надо наверное рассчитывать но есть тут и агентство кстати смотрите какие мотики стоят интересные так ну судя по всему надо обращаться к боту у которого есть никнейм такая здесь суета опа опа немножко баганула из здания не один интересуюсь это не обязательно так скажите что у вас есть 9 парковочные это все что есть что снять дом сдать дом всего 21 дом дом на продажу 1 дом на так а что можно снять дом это что такое то есть это надо будет платить на какую-то ренту ежедневную да цена срок один день так опа мне уже прокачался уровень пока я здесь шляюсь так два парковочных места низкие налоги стоимость 13000 в день что ли работа на этом деньги вот это и есть и причина того что но нет жилья здесь здесь нет жилья и скорее всего но не будет 1110000 7 дней 110 тысяч 7 дней да вот это уже владелец устанавливает по десятки получается за три дня смогу ли я продолжить аренду или меня выгонят оттуда вот бог его знает 15 тысяч один день это дорого в общем вот такая вот здесь недвижимость которую как я и говорил ну завладеем мы не скоро потому что не нравится мета система вот дефицита домов до с одной стороны хорошо что какие-то игроки на этом могут зарабатывать но какие игроки те которые раньше всех прокачались ну а те кто приходит они в общем-то как-то ну но не удела общем-то как и я вот я пришел у меня ну нет у меня возможности да то есть ну тридцатку то есть 10 тысяч в день надо зарабатывать как минимум да чтобы просто тебе отбить это жилье это то есть ну надо задротить очень очень-очень много это надо очень много задротить это не каждый себе может позволить да и не в этом в общем-то смысл игры я считаю что не очень удачно здесь и вот как бы система недвижимости тоже как и система транспорта тут ну не очень хорошие мне например не нравится абсолютно то есть снимать дом я не могу не могу чисто физически потому что у меня нету возможности заходить каждый день и каждый день тратить здесь ну огромное количество времени чтобы отбить вот эту вот аренду да а суда еще сама наслаивается и аренда транспорта тоже дальнобойчик вот я сейчас показывал да косарь как минимум надо вложить туда сейчас еще не знаю вот через несколько минут ага уже кстати 1803 а зарплата у нас ну и в общем то пришлось остановить немножко запись перемотать назад и посмотреть сколько у меня было у меня было на счету сто сорок одна тысяча сто два доллара а сейчас как вы можете заметить сто сорок две тысячи восемьсот два то есть за работу дальнобойщиком за три доставки мне пришла зарплата в тысячу семьсот но из этой тысячи семьсот вычитаем тысячу которая была на аренду и в результате я заработал всего семьсот долларов не знаю не знаю вот уровня требует серьезного заработки ну так себе ну и опять же таки так себе это смотря кто как играет да если у вас есть там часа 45 гоняйте себе спокойно по точкам гоняйте я так думаю что ну там тысяч может быть 10 ты выскочит даже но вот я зашел да там на часик поиграть но у меня вот 700 долларов всего как бы вот мой заработок не густо скажем так не густо и наверное на той же ферме я бы заработал даже ну в разы больше я уже показывал что там у меня получалось и 20 тысяч зарабатывать в общем то примерно за то же время примерно поэтому ну какой-то дисбаланс все-таки присутствует присутствует и очень сильная зависимость от задротства то есть вы должны находиться на карте очень очень много времени если у вас есть часик два то ну наверное нет смысла устраивается дальнобойщиком потому что ну не платится там в общем-то нормальные деньги вот я вам сейчас показал за три доставки на которые в общем-то тратится много времени это гонки по всей карте получаешь ты вот 700 долларов как бы не очень много я бы сказал так ну ладно мы в общем-то увидели одну из профессий которая здесь предоставлена посмотрели риэлторское агентство и цены на недвижимость ну и на этом наверное буду я заканчивать спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго а